Пластиковые бутылки, стекло и другие бытовые отходы на пляжах Хасанского района уже становятся нормой. Например, в селе Андреевка мусорные кучи повсюду. Бытовые отходы лежат здесь вдоль дорог, возле палаток и домиков. И если кому-то такое соседство нипочём, то некоторые отдыхающие сюда могут и не вернуться. Всё зависит от человека, который пришёл сюда, можно сказать, насвинячил, грубо говоря. Я оставил за собой мусор, такое впечатление, что он больше сюда не приедет. Я думаю, в следующий раз я сюда просто не поеду или поеду куда-нибудь отдыхать в конкретные домики. Многие местные жители и рады бы сделать родную территорию чище, но самостоятельно вывезти отходы не могут. На полигон в Славянке пускают только свои машины, а бесплатно мусор не принимают. Услуги экологической компании для Андреевцев кажутся необоснованными – 750 рублей за кубический метр. Заставляют заключать договора, собираем мусор, чтобы вывозить оптом. Свалки закрыты, самим не дают вывозить мусор, только их машины. Результат такой экологической политики – стихийные свалки в окрестных лесах и на берегу моря. Когда-то заповедный район медленно, но верно превращается в хранилище для отходов. Депутаты Зарубинского городского поселения считают, что в основе проблемы лежат системные ошибки – отсутствие собственного полигона и систему распределения туристов. Идет перенаселение. Отдыхающих очень много. Нагрузка большая на территорию, и территория не справляется с этой нагрузкой. Я считаю, что здесь нужно просчитать всю нагрузку на территорию и как-то распределять отдыхающих. Очередной пляжный сезон в Хасанском районе подходит к концу. Жители Андреевки и соседних поселков испытывают по этому поводу двоякие чувства. С одной стороны, для них заканчивается самое прибыльное время года. С другой стороны, хотя бы на время горы мусора перестанут появляться. Александр Шедловский, Максим Евсеев, Панорама.